Запор означает лишь то, что вы без остановки потребляете различные корма. На юге Индии мы нашли одно волшебное средство. Ваш пищеварительный тракт останется чистым. Для здоровья очень важно, чтобы толстая кишка оставалась чистой. Если вы питаетесь в фастфуде или с полок супермаркета, то, как правило, вы потребляете продукты с очень низким содержанием влаги. Мясной рацион также предоставляет проблему, потому что движение в системе становится очень медленным. В любой пище, которую вы едите, должно быть высокое содержание влаги. Ваше тело состоит из воды более чем на 70%. Овощи содержат более 70% воды. Фрукты содержат более 90% воды. Поэтому, если вы внесете в свой рацион достаточный объем овощей, фруктов, орехов и проростков, то порожнение кишечника вообще не будет проблемой. Вы едите очень сухую пищу, в которой нет влаги. Поэтому, если вы будете есть достаточное количество фруктов, овощей, орехов и проростков, то система сама позаботится обо всем. Запор означает лишь то, что вы без остановки потребляете различные корма. Если между приемами пищи проходит достаточно времени, у вас не будет никакого запора. Если вы постоянно что-то жуете, тогда это проблема. Традиционно топленое масло употребляли перед едой. Топленое масло – это смазка для пищеварительного тракта, которую следует употреблять в первую очередь, чтобы облегчить прохождение пищи. В то же время, если употреблять топленое масло одновременно с углеводами, если есть топленое масло вместе с сахаром, то оно откладывается в виде жира. Но если вы съедите просто топленое масло или масло с небольшим количеством пищи перед тем, как сесть за стол, тогда оно будет работать скорее как смазка. У тех людей, кто правильно употребляет топленое масло, толстая кишка всегда будет чистой, потому что там ничего не будет задерживаться. Ничто не останется там надолго. В центре йоги Иша день начинается с приема небольших шариков Нима и Куркумы. Существует много аспектов того, какое влияние это оказывает на вашу систему. Первое, на что это влияет, ваш пищеварительный тракт остается чистым. Говоря о чистоте, следует понимать, что это та область, где присутствует наибольший объем другой жизни. В пищеварительном тракте обитает целый ряд микроорганизмов. Многие из них стали к нам дружелюбны. Благодаря им мы живем, благодаря им мы способны переваривать пищу, благодаря им происходят очень многие функции организма. Но остается и много таких, которые нам вредят. Уникальность Нима, особенно когда его принимают вместе с Куркумой, состоит в том, что все ненужное в организме, все, что может нанести ему вред, любой вид паразитической жизни внутри нас, все это устраняется. Для здоровья очень важно, чтобы толстая кишка оставалась чистой. Молочные продукты содержат определенные ферменты, которые используются для производства некоторых текстильных клеев. Эти клеи не растворяются в воде. Поэтому, когда вы потребляете много молочных продуктов, они создают отложения в толстой кишке. Получается так, что отходы, которые должны были легко покинуть систему, остаются в ней. Существует три чудодейственных тропических фрукта. Если смешать их правильно, получится трифало. Если принять ее с небольшим количеством воды, или ложкой молока, или, например, меда, произойдет очищение системы. Но если вы не сможете достать трифало, то на юге Индии мы нашли еще одно волшебное средство. Это касторовое масло. Совсем немного. Пол ложки касторового масла подогреть, развести с водой или молоком, и принимать каждый день на ночь. Толстая кишка останется чистой. Сегодня врачи признают, что существует связь между тем, что происходит в вашем уме, и тем, что происходит ниже. В йоге мы всегда говорили о том, что если у вас запор в эмоциях и мыслях, естественным образом у вас случатся запоры ниже. Вам известно об этом? Видите, как мозг связан с другими частями тела? Потому что все, чем вы заняты здесь, естественным образом влияет на основы вашей жизни, влияет на муладхару, просто из-за той ерунды, которую вы создаете в своей голове. В минуты страха у вас либо расслабится живот, либо случится запор. Вот почему мы говорим, чуть не наделав штаны со страху. Вас либо пронесет в самый неподходящий момент, либо вы будете накапливать это в себе. Как бы это ни проявлялось, в обеих случаях то, что происходит в вашем уме, и то, что происходит ниже, взаимосвязаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова